всем привет меня зовут елена ирмина я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами сегодня мы будем с вами вязать крючком попробуем пряжу которую я недавно получила сделала для вас обзор на своем канале если вы еще не посмотрели это видео обязательно посмотрите ссылка на видео сейчас всплывет появится в правом верхнем углу это пряжа из новой коллекции от производителя шахер майер название пряжа пирамид катон все ссылки на пряжу которая подойдет для вязания данной модели также ссылки на крючки на интернет-магазин и мой промокод на скидку размер скидки 5 процентов вы найдете в описании под этим видео и в комментариях сейчас мы посмотрим как смотрится это пряжа в узорах и предлагаю вам связать образец узора для данной модели но сейчас я немножко расскажу вам о пряжи потом покажу что будем вязать в одном и таки 50 грамм 175 метров стопроцентный мягкий хлопок беру за номер цвета 65 для того чтобы связать кофточку вам понадобится пряжа пирамид катон в количестве 500 600 граммов все зависит от того на какой размер вы будете вязать но заказываете не меньше 500 грамм это получается 10 мотков пряжи 10-12 мотков необходимо заказать для того чтобы связать кофточку крючком а вязать мы будем с вами из пряжи пирамид катон вот такую кофточку очень красиво она смотрится нарядно подойдет абсолютно все можно связать на любой размер вяжется очень очень просто справиться даже начинающие хочу показать вам крупным планом вот такая прелесть у вас получится это может быть летний вариант и демисезонный также я вам подобрала пряжу для вязания данной модели в описании под этим видео вы найдете список перечень пряжи которая также подойдет для вязания кофточки вот из этой пряжи мы будем с вами сейчас связать образец узора хочу поделиться с вами выкройкой вы можете по аналогии сделать расчеты на свой размер берете итоговые параметры вот здесь по выкройке и делайте свои расчеты схемы вязания основного узора направление вязания вы вяжете кофточку начинаете вязать сверху вниз вот стрелками есть обозначение направлении вязания вяжите два прямоугольника выполняйте сборку по плечам далее вшиваете рукав рукав также направление вязания идет сверху вниз и пришиваете вот сюда там где у нас остаются срезы открытые для того чтобы шить рукав после того как вшили рукав приступайте к сборке по боковому шву вы можете также связать рукав по кругу данный узор вяжется выполнили сборку оставили открытыми срезы для рукава соединили две детали перед спинку по бокам и далее вот по кругу здесь будет направление вязания в разном направлении значит вам придется вязать поворотными рядами по кругу но сначала ряд вяжите по часовой стрелке потом разворачиваетесь и вяжите узор против часовой стрелки и у вас получается цель навязанный рукав без шва и вот здесь также не будет у вас шва по линии проймы то есть будет вязаться такая труба вот и узор можно вязать прямыми обратными рядами и по кругу а сейчас я вас приглашаю на мастер-класс разберем принципе за не узор раппорт узора состоит из четырех рядов высоту 1 2 3 4 это основа одного раппорта ширина одного раппорта давайте посчитаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 петель ширина одного раппорта и высоту 4 ряда дополнительно вы набираете одну петлю для симметрии узора вот она мы будем с вами вязать 2 раппорта для двух раппортов набираем два раза по 10 петель 2 умножаем на 10 получается 20 плюс 1 петля для симметрии узор общее количество петель 21 если вы будете вязать данный вид узора прямыми и обратными рядами то количество набранных петель у вас должно быть кратные 10 плюс 1 петля для симметрии узора при вязании данного вида узора по кругу количество петель должно быть кратные 10 ссылку на пряжи на интернет-магазин я вам оставил в описании и в комментариях также обязательно воспользуйтесь моим промокодом на скидку размер скидки 5 процентов заказывайте 500 600 граммов пряжи цветовая палитра очень красивая разнообразно есть яркие нежные цвета я буду вязать узор крючком номер 225 набираю 21 воздушную петлю обычным способом будем вязать узор прямыми и обратными рядами пряжа очень мягкая нежная при вязании она не расслабляется вязать из нее одно удовольствие вот поверьте это новинка она подходит для вязания крючком и спицы приступаем к вязанию первого ряда вяжем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 далее от конца цепочки мы отсчитываем 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и в основании 9 петли цепочки мы провязываем первый столбик с двумя накидами количество накидов здесь может быть разным вы можете связать узор используя только столбики с одним накидом также можете вязать узор как по схеме вязать столбики с двумя накидами 2 воздушные петли 2 накида на крючок в эту же девятую петлю провязываем второй столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 2 накида на крючок 3 столбик с 2 накидами вяжем с вами веерочек 2 воздушные петли 2 накида на крючок 4 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 2 накида на крючок и 5 столбик с двумя накидами связали элемент состоящий из пяти столбиков с двумя накидами между столбиками 2 воздушные петли 1 воздушная петля далее я пропускаю 4 петли цепочки 1 2 3 4 в основании 5 петли провязываем 1 столбик без накида и приступаем к вязанию 2 раппорт раппорт узора у нас начинается вот с этого веерочка а заканчивается раппорт столбиком без накида то есть в основу раппорта входит веерок из пяти столбика с двумя накидами и столбик без накида 1 воздушная петля 2 накида на крючок пропускаю 1 2 3 4 в пятую петлю цепочки прокалываем крючок и провязываем 2 1 столбик с двумя накидами 1 2 воздушные петли между столбиками в эту же петлю в пятую провязываем 2 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли в эту же петлю 3 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли в эту же петлю 3 столбик с же место 4 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 2 накида на крючок и в эту же петлю пятый столбик с двумя накидами 1 воздушная петля пропускаем 4 петли цепочки 1 2 3 4 и в основании 5 провязываем 1 столбик без накида все связали с вами два рапорта здесь у нас задействована 21 петля и давайте посмотрим чего же состоит у нас рапорт еще раз разберем в основу рапорта входит элемент вот это веерочек состоящий из двух то есть элемент из пяти столбиков с двумя накидами между столбиками по 2 воздушные петли далее 1 воздушная петля и заканчивается рапорт столбиком без накида получается вот здесь у нас начинается 2 раппорт в этой с этой петли и у нас получается начал начальная точка вязания вот эта петля и заканчивается рапорт вот здесь вот перед вторым элементом когда вы будете вязать кофточку то вы все время повторяйте аэропорт на всю ширину кофточки вяжем второй ряд узора набираем цепочку общая длина цепочки 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 разворачивайся не на другую сторону между первым и вторым столбиками с одни с двумя накидами провязываем столбик с одним накидом цепочка 3 воздушные петли 1 2 3 находим центральный столбик это у нас по счету 3 1 2 3 крючок ввожу под косичку под переднюю заднюю стенку провязываю 1 столбик без накида 3 воздушные петли между четвертым и пятым столбиком поверх цепочки из двух воздушных петель вяжем один столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 все связали с вами первый рапорт переходим к вязанию 2 раппорта поверх цепочки между первыми вторым столбиками с двумя накидами провязываем 1 столбик с одним накидом цепочка 3 воздушные петли вершина 3 столбика с двумя накидами под косичку ввожу крючок провязываю столбик без накида цепочка 3 воздушные петли между четвертым и пятым столбиками вяжем 1 столбик с одним накидом заканчиваем вязать ряд 1 воздушная петля 2 накида на крючок здесь я пропускаю одну петлю и в основании 2 петли вяжем 1 столбик с двумя накидами все связали два ряда узора вот так он смотрится третий ряд будем вязать половинку веерочка цепочка общая длина получается 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 2 накида на крючок разворачивания на другую сторону крючок ввожу вершину столбика с двумя накидами под косичку провязываем 1 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 2 накида на крючок и в это же место провязываем второй столбик с двумя накидами всего с учетом петель подъема связано три столбика с двумя накидами 1 воздушная петля находим столбик без накида вот он и вершину столбика крючок ввожу под косичку провязываю один столбик без накида 1 воздушная петля далее мы поверх цепочки из двух воздушных петель вот здесь будем вязать с вами веерок 2 накида на крючок сначала провязываем первый столбик с двумя накидами 2 воздушные петли в это же место вяжем второй столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 3 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 4 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли и в это же место 5 столбик с двумя накидами связали веерочек 1 воздушная петля находим столбик без накида вот он и крючок ввожу под косичку провязываем 1 столбик без накида 1 воздушная петля далее переходим вязанию веерочка будем вязать половину одну петлю пропускаю следующую петлю во вторую вяжем первый столбик с двумя накидами 2 воздушные петли в это же в это же место во вторую петлю провязывал второй столбик с двумя накидами 2 воздушные петли и заканчиваем ряд вяжем третий столбик с двумя накидами все связали третий ряд давайте посмотрим как у нас с вами получается вот так вот смотрится узор в третьем ряду вяжем четвертый ряд провязываем цепочку длина цепочки 4 воздушные петли 1 2 3 4 разворачивай за не на другую сторону между вторым и третьим столбиками с двумя накидами провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 между первым и вторым 1 2 поверх цепочки из 2 воздушных петель вяжем 1 столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 находим третий столбик с двумя накидами в 1 2 3 и вершину столбика крючок ввожу под косичку провязываем 1 столбик без накида 3 воздушные петли 1 2 3 между четвертым и пятым столбиками провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 между первыми вторыми 1 2 поверх цепочки вяжем 1 столбик с одним накидом 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаю две петли цепочки 1 2 и в основании 3 вяжем 1 столбик без накида связали с вами 1 раппорт узора вид узора это изнаночная сторона то есть все ряды которые у нас четные они все будут смотреться на изнаночной стороне а все нечетные ряды они вяжутся по лицевой стороне вот это лицевая сторона узора раппорт узор 10 петель и 4 ряда мы будем с вами вязать пятый ряд вместе свяжем пятый ряд это начало 2 раппорта то есть 5 ряд это первый ряд 2 раппорта и он вяжется точно так же как мы вязали с вами первый ряд давайте приступим к вязанию сначала мы провязываем 3 воздушные петли 1 2 3 разворачивание на другую сторону 2 накида на крючок находим цепочку между столбиками вот этими и поверх цепочки с двух воздушных петель вяжем веерочек из 5 столбиков с двумя накидами 1 столбик провязали 2 воздушные петли далее вяжем второй столбик 2 воздушные петли 3 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 4 столбик 2 воздушные петли и 5 столбик с двумя накидами все давайте проверяем связали веерочек 1 воздушная петля находим столбик без накида вот он и в его вершину под косичку провязываем 1 столбик без накида цепочка 1 воздушная петля 2 накида на крючок между вот этими столбиками поверх цепочки провязываем будем вязать веерочек из 5 столбиков с двумя накидами 1 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 2 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 3 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли 4 столбик с двумя накидами 2 воздушные петли и в это же место заканчиваем вязать 5 столбик с двумя накидами все давайте посмотрим и заканчиваем ряд провязываем одну воздушную петлю далее находим первую петлю цепочки и в основании петли провязываем 1 столбик без накида связали мы с вами 5 рядов высоту посмотрите как смотрится узор далее для того чтобы продолжить вязать узор перемотайте пожалуйста видео на начало вязания 2 ряда и повторяйте за мной все время провязывайте 2 3 4 5 ряд в основу рапорта входят ряды со 2 по 5 ряд включительно вид узора с лицевой стороны и с изнаночной стороны пряжа показала себя великолепно узоры связанные крючком смотрится красиво мы связали с вами один вид узора данная пряжа идеально подходит для вязания данные модели кофточки если будете вязать то обязательно закажите эту пряжу название пряжи пирамид катон это германская пряжа производитель бренд шахер маяр крючок это вязание номер 225 количество мотков я вам указала а цвет вы уже выбираете сами какой вам больше всего нравится у меня цвет пряжи номер так я вам говорил вот 65 если вам понравился цвет то заказывайте цвет 65 по ссылке которые я вам оставила в описании под этим видео и в комментариях можете пройти по ссылке выбрать свой цвет пряжи не воспользоваться моим промокодом на скидку который я дарю только своим зрительницам подписчицам моих каналов пряжа превосходная очень мягкая нежная она настолько приятно по тактильным ощущениям что вязать из нее одно удовольствие я уверена она вам тоже понравится и еще мне понравилось тот момент что пряжа при вязании она не расслаивается и прекрасно ложится в узоры ее можно использовать для вязания крючком и спицами особенно она прекрасно будет смотреться при вязании кофточек пуловеров джемпер очков жакетов и кардиганов также можно может стать любые виды блузок топ и майки платья юбки вязать можете все что угодно а сейчас я вам предлагаю посмотреть каталог моих подробных попетельных мастер-классов вы можете выбрать любую модель которая вам понравилась из каталога и в комментариях под этим видео написать мне название мастер-класса я вам обязательно отвечу как получить подробный попетельный мастер-класс разработаны специально для начинающих все эти мастер-класса они давно уже отсняты и вы можете присоединиться к вязанию в любой момент независимо от того когда было опубликовано видео и когда вы его посмотрели все мастер-классы в записи приятного вам просмотра каталог мастер-классов в описании под этим видео и закрепленном комментарии вы найдете две ссылки где проходят победительные мастер-классы или вы можете выбрав модель сразу же в комментариях мне написать хочу связать далее пишите название проекта и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы приглашаю вас связать блузку тунику или платье название проекта крокус крокус вяжется крючком по одному мастер-классу можно связать три вещи мастер-класс очень подробный наглядный и состоит из 6 видео частей вяжем крокус на любой размер от 42 до 56 размера размеры я указала российские жду вас на мастер-классе будем вязать вместе следующая модель вяжем блузку jasmine на любой размер по одному мастер-классу вы можете связать три вещи летний топ блузку либо тунику с рукавом 3 четверти или длинным рукавом кому как больше нравится видео мастер-класс очень наглядный и подробный блузку вяжем сверху вниз по кругу без швов также в мастер-классе я показываю как вяжется по кругу каждый ряд узора всего здесь три вида узоров и получается что мастер-класс состоит из десяти частей очень наглядный подробный специально разработаны мной для начинающих вязальщиц которые учатся вязать крючком если вам понравилась данная модель блузки пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать жасмин следующий проект приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана жакета название проекта облака интересная модель вяжется сверху вниз реглан без единого шва можно связать на любой размер который вы носите пряжа для вязания может быть любая это может быть однотонного либо секционного окрашивания летний вариант и демисезонный данную модель кардигана можно носить круглый год мастер-класс облака очень наглядный подробный состоит из семи частей формат видео если у вас есть желание связать жакет кардиган название проекта облака пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать облака и я вам отправлю ссылку на мастер-класс приглашаю вас на мастер-класс будем с вами вязать блузку кофточку название проекта любимка эта модель нравится очень многим рукодельницы и многие уже из вас ее связали мастер-класс состоит из восьми частей вязание сверху вниз здесь я показываю как вяжется росток подрезы в общем разбираем все элементы вязания мастер-класс видео формат наглядный разработанной для начинающих рукодельницы если вам понравилась данная модель блузки в комментариях под этим видео напишите хочу связать любимку не менее очаровательная блузка которая вяжется крючком регланом сверху вниз название проекта белоснежка мастер-класс состоит из 6 частей разработанной мной специально для начинающих вязальщиц блузка белоснежка вяжется не очень сложно можно связать на любой возраст и размер она не очень сильно просвечивает есть желание связать пишите в комментариях под этим видео хочу связать белоснежку и я вам отправлю ссылку на мастер-класс замечательная модель под названием незабудка по одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган мастер-класс очень подробные наглядные разработаны мной специально для начинающих вязальщиц состоит из 9 частей формат видео жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст может быть летний вариант и демисезонный все зависит от того какую пряжу для вязания вы выберете модель жакета с точным рукавом модель жакета классическая подойдет абсолютно всем такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины если у вас есть желание связать жакет незабудка либо кардиган пишите в комментариях под этим видео хочу связать незабудку приглашаю вас на мастер-класс название проекта васильковое поле вяжем летнюю кофточку футболку кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст так как она не просвечивает мастер-класс породуман до мелочей идеально подходит для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать плечевые вещи присмотритесь к этой модели мастер-класс видео формат состоит из шести частей данную модель кофточки свяжет любая начинающая есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать васильковое поле приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки туники можно связать топ название проекта великолепный ананас данная модель связана крючком вяжется она снизу вверх круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер мастер-класс настолько подробный что справится даже начинающий вязальщица мастер-класс состоит из 11 видео частей особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам рукодельницам который только-только учатся вязать крючком по одному мастер-классу можно связать три изделия топ тунику кофточку название проекта великолепный ананас также в мастер-классе я показываю как выровнять низ изделия есть желание связать данную модель пишите хочу связать великолепный ананас и я вам дам ссылку на мастер-класс приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели которая подойдет всем может сказать на любой возраст на любой размер название проекта айсберг вяжем джемпер пончо крючком вяжется здесь модель интересным способом а как вязать я вам все подробно показываю в трех частях видео мастер-класса есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать айсберг и я вам отправлю ссылку на мастер-класс будут проекты связанные спицами приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки название проекта листья бронелла мастер-класс состоит из 6 видео частей где наглядно показываю рассказываю как вяжется джемпер по кругу и без швов очень уникальная техника вязания мне кажется вам она настолько понравится что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи есть желание связать в комментариях напишите хочу связать листья бронелла приглашаю вас связать джемпер спицами название проекта карамелька можно связать на любой возраст также на любой размер мастер-класс очень подробный наглядный состоит из четырех частей формат мастер-класса видео видео файлы в этом мастер-классе вам покажу интересную технику вязания можно связать данную модель джемпера по кругу прямыми обратными рядами мы вяжем с вами без швов есть желание присоединиться к вязанию пишите хочу связать карамельку и я вам дам ссылку на мастер-класс благодарю что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца все мастер-классы видео формат попетельные наглядные для начинающих есть желание связать находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии если не найдете ссылки пишите в комментариях под видео хочу связать и далее пишите название проекта которые вам больше всего понравился это не все мастер-классы которые у меня есть каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами и будем с вами продолжать творить красоту создавать уникальные вещи своими руками